Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Для этого на федеральном уровне было принято решение, и сегодня существует федеральная программа «Жилье для российской семьи». В чем ее смысл? Для застройщика существуют привилегии. Они заключаются в том, что на один квадратный метр строительства застройщик может получать государственную поддержку в размере 4 тысячи рублей за квадратный метр. Также этот застройщик в сегодняшних непростых экономических условиях имеет возможность прокредитоваться по программе «Стимул» с заметной ниже ставкой, которая есть сегодня на рынке и которую предоставляет банки другим строителям, а также получить выкуп тех квартир, которые продаваться не будут по цене, установленной в рамках данной программы. Граждане, участвующие в этой программе, имеют возможность покупать жилье в этих домах не дороже 35 тысяч за квадратный метр, это обязательное условие, и имеют возможность воспользоваться льготной ипотекой, она ниже чем 11%. Обязательно информация для граждан. Чтобы стать участником этой программы, необходимо прийти в муниципалитет по месту проживания, встать на учет, все органы жилищных учета на сегодняшний день этим вопросом обучены, они скажут, какой необходимо принести пакет документов, и гражданин встает на учет. Достаточно простая процедура. Категория граждан, участвующая в программе, достаточно обширная. Это все госслужащие, федеральные, муниципальные и областные, это те, кто граждане семьи имеют двух и более детей, это и военнослужащие, это те граждане, у которых и существует нуждаемость, соответствующий признак нуждаемости, он как обязательный фактор. Но мы сейчас хотим, вот это постановление правительственное, которое есть, мы хотим расширить, то есть максимальное количество граждан, категорию в него включить. Мы заинтересованы, чтобы максимальное количество граждан имело инициативу, имело желание, в первую очередь, возможность поучаствовать, купить такое жилье. Если говорить о практическом применении, мы уже с ноября месяца проводили застройщиками эти процедуры аукциона. Дом или несколько домов должны быть, чтобы участие в программе, принять не меньше 10 тысяч квадратных метров для застройки. И у нас сегодня уже есть активные участники, это казенные предприятия Саратовской области, которые в рамках данной программы будут строить дома, которые находятся на полях Ньюго-Востока, которые по улице Шашихурдина проходят. Это Сартехстроинвест, который строит дома в Солнечном 2 по данной программе. Также это Сартехстроинвест, который по этой же программе есть отобранные участки строить с юбилейным. Мы знаем изумрудный, хороший, классический такой поселок. И Валерий Васильевич Радаев недавно открыл там детский садик. То есть комплексные застройки здесь, конечно, подразумеваются в первую очередь. Это и компания «Стройсервис-2», она ведет строительство Балакова. Мы с удовольствием привлекаем сейчас и новых застройщиков. Мы сейчас ведем переговоры и с Шелдомом, и с Кронверком, и с компанией Менгельского, строительная компания Менгельского муниципалитета, чтобы максимально вовлечь в эту работу по этой программе. Пока на сегодняшний день целевой показатель до 2017 года — это 155 тысяч квадратных метров построить. Сейчас мы на 100 тысяч аукционные отобрали и плановую эту работу ведем. Единственное, что мне сегодня хотелось бы попросить, наверное, граждан, либо проинформировать, что здесь нужно инициативу проявить. Мы сейчас максимально будем вести информационную такую работу в газетах, билборты, чтобы все-таки максимальная инициатива граждан пошла, встать в муниципалитет на учет, и потом приходить в министерство, мы будем предлагать объекты, квартиры и соответствующие объемы. Еще раз хочу сказать, 35 тысяч рублей, но главное, что эта квартира уже будет полностью отделана. Это жилье экономического класса, это уже будет, соответственно, и потолки, и обои, и линолеум. Заходи, живи. Поставил мебель, плита стоит, ванна стоит на месте. Мы, для примера, можем сделать выезд, мы это показываем. То есть, это достаточно сегодня комфортный, хороший ремонт. Дмитрий Валентинович, еще одна тема, которая вызвала серьезные дискуссии. Это программа капитального ремонта многоквартирных домов. Саратовцы получили платежки. Что делать дальше? Ну, действительно, мы сегодня проходим тот первый год, когда мы начинаем ремонтировать уже жилье без федеральной, либо областной, либо муниципальной поддержки. До этого работал 185-й федеральный закон, и мы совместно с гражданами, там сначала 5%, 10%, там было финансирование, софинансирование. Сегодня жилищный кодекс полностью вступил в силу, согласно той программе регионального капитального ремонта, которую принял субъект. Вся нормативная база принята. И первый вот такой вот самостоятельный этап, то есть за средства граждан 699 домов в этом году будет отремонтировано. Региональным оператором из этих 699 домов будет отремонтировано 632 дома. Остальные будут отремонтированы гражданам, которые выбрали способ формирования счета. Это специальный счет, то есть самостоятельно всем этим вопросом занимаются. Ну, если говорить о региональном операторе, то подвеностная структура, которой я руковожу, здесь уже сегодня аккумулируются необходимые средства, проходит работа по сметам, про проектирование. И мы, наверное, после 10 июня уже будем ходить на аукционы, ну и реально уже в июле месяце приступать к реальным работам. А мы это свыше 500 крыш, 500 внутренних системы холодного, горячего водоснабжения, есть несколько лифтов. Всю эту работу мы проведем. Если говорить о тех счетах, которые открыли, как спецсчета, тех домах, ну, наверное, здесь надо поторопить эти дома. Если у вас это получается сделать в этом году, сделайте. Если нет, тогда все-таки совместно с муниципалитетами отработайте. Перейдите тогда в оригинальный оператор, мы тогда эту работу вам поможем и проведем. Ту задачу, первый этап, который мы перед собой поставили, 699 домов, мы до конца года однозначно выполним, перед гражданами отчитаемся. Приемка будет вестись всех домов, обязательно с гражданами, с контрольными органами. То есть мы здесь себе не можем позволить какие-то проволочки, чтобы потом приходили, вырели о некачественном или не до объема. Приемка будет очень жесткая. Технический надзор, контрольные органы, соответственно, и граждане. Только так. Работу проводить будем необходимы. Следующий год будет намного сложнее, потому что это у нас, если говорить, 699 домов, в следующем году это свыше тысячи домов. И мне хотелось бы на это поблагодарить тех граждан, кто сейчас прям активно, вовремя уплачивает взносы. В связи с этим и региональные операторы дома могут проводить работу. Но те, кто не могут заплатить, конечно, в первую очередь попросить, проинформировать. В рамках закона мы обязаны будем обратиться в суды на этих граждан, чтобы мы могли обеспечить все права, те, кто участвует в этой сегодняшней программе. И каких бы ни было спекуляций, мне бы хотелось бы еще раз напомнить, что региональный взнос, капитальный, это обязательная плата, которая введена законом. То есть это на уровне налога и так далее. Ее нельзя не платить, ее нельзя от нее уйти. Сейчас много есть спекуляций на эту тему, приходят юридические лица, мы там отсудимся, но не существует такой схемы. То есть уйти там от налогов нельзя, и уйти от капитального ремонта, это обязательный платеж. Я понимаю, что он включен, но все это сделано сознательно. Мы, как собственники жили, обязаны следить за своим жилищным фондом, мы обязаны на перспективу видеть, как он будет ремонтироваться. Поэтому должны в этом направлении работать. Будет, граждане задают часто вопрос, мы раньше накопили, хотим раньше сделать дом, без проблем. Согласование сметы, согласование всех видов работ, и только после приемки эти деньги расходуются. Никак иначе. К тому же жесткий контроль будет надзорных структур, уже сегодня об этом известно. Каждая копейка будет проводиться с жестких контролем и жестким анализом. Дмитрий Валентинович, давайте поговорим об итогах лицензирования управляющих компаний. Часть из них пришлось прекратить свою деятельность и уйти с рынка. И в связи с этим без обслуживания осталось в области более 300 домов. Каким образом это скажется на жителях и качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг? Действительно, первый этап реформы по лицензированию прошел. Мы шагнули за 1 мая с такими результатами, что 208 управляющих компаний получили лицензию, 8 из них не получили. Это как раз те 336 домов, о которых вы говорите. Но перед тем, как говорить о судьбе дальнейших этих домов, мне бы хотелось напомнить и проинформировать. Самый важный этап родин. Управляющие компании имеют лицензию. Теперь любой гражданин, который считает, что их дом проводит, управляющая компания, работу неквалифицированную, непрофессиональную, имеет право обратиться в жилищную инспекцию на предмет вынесения предписаний об устранении данных нарушений. Если это управляющая компания, два таких нарушения не устранит. В рамках суда у нас есть все полномочия, как у лицензионной комитии, у этой управляющей компании лицензию изъять. И мне хотелось бы напомнить всем управляющим компаниям, что сейчас эта работа будет заниматься максимально активно. То есть те лицензионные требования, которые вы исполнили, это хорошо. Но если вы сегодня не будете слушать граждан, открыто с ними общаться, не раскрывать информацию, не будете собирать собрания ежегодно и четко информировать граждан, куда ушли эти денежные средства, показывать свою свою объективность. Я вас уверяю, что работа на этом рынке у вас закончится, причем с законом в нормальном порядке. И гражданам я тоже прошу проявить активность, если вы недовольны своей управляющей компанией, если это недовольство подтверждено действительно фактами, обращайте в жилищную инспекцию с большим таким хорошим рабочим настроем, все эти работы будут проводиться. Теперь о тех домах, которые 336 остались. Действительно, это общая тенденция, если управляющая компания уходит, максимально быстро дома под управлением найти невозможно. Здесь два пути. Первый — проведение собрания самих граждан и выбор управляющей компании, которая им понравится. Есть некий рейтинг, мы их сейчас тоже приготовим, сделаем определенное ранжирование управляющей компании, чтобы гражданин знали, откуда выбирать. Если граждане сами не выбирают управляющую компанию, муниципалитет обязан провести собрание в течение 15 дней и в течение следующих 15 дней уже объявить конкурс на то, чтобы управляющая компания пришла. Если граждане не хотят управляющей компании, они могут остаться и в рамках непосредственного форма управления, ресурсно-набжающей компании, тогда обязаны заключить прямые договора. Но здесь тогда все равно граждане, совместно с муниципалитетами подготовка к топительному сезону должна вестись. Но, на мой взгляд, ни один дом не должен оставаться без управления, потому что заниматься этим все равно должна быть специализированная организация. Сейчас все необходимые механизмы для этого есть, гражданам необходимо управляться за этим вопросом и в муниципалитет, он поддержит. Если не получается отправиться в муниципалитет, совместно с муниципалитетом можно обратиться к нам в министерство, в жилищную инспекцию, мы эту работу самим с вами проведем. Дмитрий Валентинович, с повышением температуры воздуха традиционно увеличивается количество телефонных звонков в редакцию по вопросам водоснабжения. Наибольшее количество жалоб в этом году поступило из Саратовского района. Какие меры предпринимаются для обеспечения жителей качественной водой? Действительно, если говорить о том водохозяйственном комплексе в Саратской области, необходимо сказать о его характеристиках. Это свыше 9 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения, свыше 900 объектов насосных станций, водоочистных сооружений, свыше 600 скважин, которые находятся на территории, которым нужно необходимо работать, проводить специализированное обслуживание. Поэтому у данных объектов есть и высокий уровень утечек и потерь. Если говорить о сельских территориях, там колеблется от 20 до 30 процентов потерь, городские выше. Город Саратов от 40 до 50 процентов потерь. Это, конечно, для сегодняшних организаций, для сегодняшних МУПов большие проблемы. Здесь нужен большой шаг, и сегодня принято решение об мероприятиях консессионных соглашениях. Мы сейчас уже обрабатываем такие вопросы совместно с городом Саратовом. Город Саратов подготовил сейчас консессионную документацию. В ближайшее время, я уверен, что мы увидим соответствующую работу города Саратова, как об объявлении конкурса о консессии. Такую же подобную работу ведут муниципалитеты. Ну и есть работа, которая идет в рамках МУПов. В свою очередь, если говорить о поддержке государственной, существует ряд программ. Это и чистая вода, это и программа развития сельских территорий, и программа развития водохозяйственных комплексов, по которым ведется модернизация. За последние годы большая была работа проведена. Несколько сотен миллионов было вложено в эти сети. И только благодаря этим вложениям мы сегодня имеем бесперебойное водоснабжение, нормативное водоснабжение во всех населенных пунктах Саратовской области. Конечно, правильно вы говорите, когда наступает жаркий период, разбор у нас характерно уже связан с поливом. К сожалению, не все граждане ставят прибор в учет на полива. И если мы в отпуске видим одну цифру, то оплата идет за другую. Этого работа непосредственно компания с ресурснабжающим, надо активнее в этом плане работать. Однозначно нужно работать по модернизации сети. Еще раз говорю, нужно заходить в консессию. И если есть такие проблемы, мы еженедельно ведем мониторинг. И за подписью главы администрации мы получаем информацию, все ли в каждом населенном пункте в порядке. У каждой семьи, у каждого дома есть вода в нормативном водоснабжении. Поэтому если у нас информация такой не есть, мы выезжаем оперативно. Вот мы привели пример Саратовского района, проводим совещание. Зачастую муниципалитеты или населенные пункты снабжаются по разным источникам. Это и капотажи родниковые. А вы знаете прекрасно, большинство родников зависит от природных осадков, от тех паводковых мероприятий, которые были. Это и открытые источники водоема, Волга-река, это и подземные скважины. Поэтому каждый вопрос нужно разбираться, проводить необходимые мероприятия и налаживать такую работу. Поэтому мне здесь тоже гражданам хочется обратиться. Есть дежурная служба министерства. Если вопрос в любом населенном пункте Саратовского области на сегодня здесь стоит остро, обращайтесь, выйдем на место, с вами обязательно встретимся. Обязательно соберем всех заинтересованных лиц, администрацию, технические службы, чтобы эти вопросы решать. Эта работа оперативная. Но, к сожалению, любую часть, она имеет такой характер ежегодный. В пиковое время все равно будет недостаток. Где-то можно выйти из ситуации только по графику, если мы все одновременно будем поливать. Просто исторически такую трубу положили, что ее возможность по пропуску невозможна. А дома подстраивались, домовладение, мы сегодня не можем отновлять. Поэтому где-то договариваются по графику, где-то оперативно устраняется авария. Но, еще раз сказать, вопрос водоснабжения для правительства Саратовской области является приоритетным на всей территории. Здесь мы ведем активную работу. Дмитрий Валентинович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на интересующие нас вопросы. Всего доброго. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. А я напоминаю, в гостях у нас был министр строительства и ЖКХ Саратовской области Тепин Дмитрий Валентинович. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин